Ну точно не знаю, как там вот эти вот все подробности. Понравилось, там не понравилось, что-то чуваки обработать, нужно же найти прочие штуки. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Уже на протяжении долгого количества времени, помимо каких-то, знаете, масштабных самбовских серверов, я обсуждаю еще и такие мобильные сервера. И, кстати, они всегда большие. Вот, например, допустим, был Flame Mobile, который я обсуждал абсолютно бесплатно, просто на том, чтобы было что обсудить. На его примере я рассказывал о том, как мобильные стартапы в GTA Sampi на Android, они в целом важны, и тогда мне казалось, что это будет вполне нормально. И понимаете, в чем дело? Я обсуждал в основном рулиплей сервера в GTA Sampi. Иногда, когда, вот знаете, была возможность, когда, вот там, знаете, открывался Monster Mobile, или что там вообще было. То есть, Monster Mobile открывался с точки зрения, по-моему, рулиплей сервера в то время. И тогда я раскритиковал его, абсолютно не вдаваясь в подробности, как DM-сервер, типа, на компьютере он же DM, значит, наверное, и на телефоне они запустят какой-то такой вот DM-проект, DM-сервер, чтобы, типа, было, ну, нормально или вроде... Ну, в общем-то, как-то так все это было. Я, ну, точно не знаю, как там, вот эти вот все подробности. Но не так давно я увидел рекламу в таком, знаете, любимом моем журнале, с которого я и беру мониторинг, с которого я чаще всего и беру какие-либо новости, связанные с Sampi, с Live Sampi, с мобильным вот этим вот всем Sampi на Android. Вот, в общем-то, оттуда я и беру. И там вот совсем недавно начали рекламировать Drift-сервер для Sampi на Android. Вообще, даже сейчас вот на компьютере Drift-проекты, их в природе не существует. То есть, как обычно идет, Drift плюс DM-сервер GTA Sampi. А в каком-то таком, знаете, бородатом, то ли в 2014 году, то ли в 2013, я уж точно не помню, я играл вот в GTA Sampi именно на Drift-серверах, потому что для меня тогда рулеплейные сервера, они представляли что-то такое, знаете, непонятное. Вот просто я не мог понять, что там, блядь, надо делать. Я заходил, что-то какая-то мэрия, какие-то начальные работы, денег нету. Телепортироваться никуда нельзя, ну, разумеется, без админки. Тогда-то у меня, как у бомжа, который только зарегистрировался на сервере, никакой админки, никаких вот этих прочих привилегий нет. Потом были, разумеется, нубы, РП-сервера, в которых, типа, у тебя все есть, а нужно только, вот, допустим, купить админку для пущего счастья, чтобы все было нормально. На них я тоже проиграл какое-то время, понравилось, там, не понравилось, что-то чуваки, а я не знаю, там, телепортировались на какие-то вот эти, вот, знаете, наборы лидерок, там, вот этих вот админок, там, что-то прочее, в общем-то, там, какая-то вакханалья была. Я уверен, что вот эти вот все, ну, БРП-сервера в скором времени, они появятся уже и на, вот, мобилках, если их уже нету, потому что особо я за всей этой мобильной индустрией не слежу. Ну, ведь как, там же нету какого-то такого одного лаунчера, типа, как вот отдельный вот этот вот клиент GTA-самп, типа, 037R4, вроде-то там же нет такого. Откуда чувакам находить себе, ну, БРП-сервера, если только не из-за какого-то рекламного вот этого вот всего Ютуба, GTA-самповского, вот этой вот всей сферы индустрии и так далее, откуда все это находить? Ну, вот самое, что интересное, дрифт-сервера. Мало того, что сейчас нету просто дрифт-серверов, потому что всегда идет приписка, там, там, дрифт-дм, там, русский дрифт-дм, там, вот, все прочее, заходи, играй, не пожалеешь. И то я даже не понимаю, кто на этих-то проектах играет, когда есть, допустим, тот же самый УИВ, или там, РДС, или вот еще какие-то вот эти вот прочие штуки. Но в самом-то деле, вот я до сих пор не понимаю, на телефоне же просто неудобно играть в GTA-самп. То есть там даже ходить-то не особо, типа, удобно. А тут ездить на машине, на машине ездить, блядь, это вообще, это, это, блядь, это кошмар, это страх, блядь, это, это, блядь, это страсть, это, блядь, трепет какой-то. Я, я просто, я не знаю, какие еще можно, блядь, эпитеты, прилагательные, существительные глаголы, блядь, перевести, чтобы понять, что это, блядь, реально страх. И вот сейчас, вроде как, запустился один проект, запустился второй, вроде как, проект. Какой-то там из них рекламен, там, что-то с третьими происходит, с четвертыми, пятыми. Разумеется, ролеплей, вот эта вот вся сфера, она сложная, она непонятная, и там, типа, моды такие большие, объемные, там много строк кода, много всяких правил надо придумывать, выдумывать, писать моды, если и не с нуля пишутся, то, тем не менее, типа, их же еще нужно написать, их же еще нужно обработать, нужно же найти человека, который всем этим будет заниматься, а где найти этого самого человека. Непонятно, тут могла быть ваша реклама, как какого-то такого, знаете, ролеплейного составителя модов, из серверов, вот всех вот этих, знаете, прочих вещей. То есть, тут могла быть ваша реклама, заходите вниз, в описание, там, пишите мне, договоримся о рекламе, потом вас вот куда-то сюда же смогу вот вставить, если, ну, что-то подобное у вас будет или не будет. Ну, в общем-то, я думаю, что вы меня понимаете, плюс-минус, ну, как человек, другого человека, это, я думаю, вполне нормально. Так вот, о чем же еще, можно сказать, дрифт на мобилках, на андроидах? Это бессмысленно, это глупо, и это никогда не наберет такой популярности, которую разработчикам этих самых проектов хотелось бы набрать. Однако, вы можете согласиться, можете не согласиться с моим мнением, поставить лайк, либо поставить дизлайк, выйти с данного видеоролика, отписаться, подписаться, с колокольчиком, без колокольчика, у меня скоро, там, знаете, 10 тысяч подписчиков, подпишитесь, пожалуйста, очень нужны ваши подписки, лайки, деньги, возможно, донейшн-алерс в описании, внизу. Там же, вот, айпишник, аризон, рпфеникс, там же, вот, все прочие вещи, там, вот, еще в описании есть мой телеграм-канал, вы можете туда зайти, там вы можете со всем этим, разумеется, ознакомиться, чтобы для вас все было, ну, более-менее, так знаете, нормально. Однако, всем до свидания, всем всего хорошего, всего доброго, и чтобы у вас все было замечательно в вашей счастливой жизни, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, вот. Субтитры сделал DimaTorzok